В социальных сетях высмеивают кандидата на пост министра образования. Каныбек Исаков не смог ответить на вопрос депутата Дастана Бекешева, чему равен косинус 60 градусов. Претендент честно признался, что он специалист в области кыргызской филологии, а не точных наук. У президента спросите. Равен уровню взятки. Теперь у нас будет командовать парадом господин Незнайка. После того, как Исаков не смог ответить, Бекешев пояснил, школьную программу нужно упрощать. Все изучают эти синусы, косинусы, а зачем это нужно, не ясно. А я вот знаю, зачем это нужно. Вдруг вы станете кандидатом в министра образования. Ну или пару-тройку раз блеснете знанием перед одноклассниками на встрече выпускников. Ну ладно, проехали. Кандидат в министры пообещал программу упростить. И вот еще что. Поддержал предложение о переходе страны на латинский алфавит. Денег-то дофига. Учебники не могут грамотно издать. А тут всю страну перевести надо. Непосредством плана-то. Когда нет участка на строительство дома, покупать ворота – это идиотизм. Нецелесообразно тратить средства на переход, не решив имеющиеся проблемы. Тогда уже на китайский переходить надо. Как в плен попадем к ним, с помощью этих руководителей хоть язык знать будем. Вопросы о переходе на латиницу время от времени в Кыргызстане поднимаются, но обычно остаются на уровне болтологии. Хотя многие научные деятели отмечают, что смена алфавита, во-первых, несет за собой потерю некоторых знаний, а во-вторых, это дело явно не сиюминутное. Ну что ж, оставим в покое министра и перейдем к партийным скандалам. Сагенбек Абдрахманов исключил из рядов псевдо-СДПК депутатов, которые принимали участие в событиях в Койташе – Ирину Карамушкину, Осельку Дуранову и других. Смешно и горько смотреть, а к время от времени, когда нужно, Чейнбекова достает марионетку Сагына, вручают ему в руки написанный текст, и он начинает дрыгаться по сценарию. А кто он? Ну как же кто это? Это человек, который считает себя председателем партии. Правда, мало кто в курсе об этом. Ну и еще одна интересная новость. Начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью назначен Канебек Абдрахманов. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по подозрению в вымогательстве. Да, оргпреступники борются с оргпреступностью. Бедный мой народ, куда мы катимся? Ну и отлично, у нас в стране можно срок отмотать, потом стать чиновником. Че сказать, страна возможностей. Отмечу, что были комментарии и другого рода. Говорят, Абдрахманов этой должности достоин. Он хороший милиционер, и вообще его вина не была доказана. Ну и дальше об интересном и хорошем. Apple презентовала новую линейку смартфонов. И как водится, это событие привлекло массу внимания. Но в этом году про версию телефона обсмеяли. Модель получила сразу три камеры и, по мнению пользователей, не очень удачно расположенных. Ну что, айфон 11, так и до трипофобии недалеко. Трипофобия – это, к слову, боязнь кластерных отверстий. Обновлюсь в следующем году. Это сейчас так Huawei смеется над новым дизайном 11-го айфона. А что скажете вы? Оценили задумку дизайнеров Apple? Пишите свой ответ в комментариях под этим видео. А у меня сегодня все. Олеся Цурикова, Роман Ким, Рустем Раймбеков. Телеканал Апрель.